привет подписчики сварщик с кубани ставим лайки нас уже тысяча видео пришлось перезаснять потому что там уже права какие-то начали надо соблюдать короче музыку нету вставил в общем такие дела варить буду трубу по зеркалу просьба подписчика варить буду сварочным аппаратом сибартех и ds 170 это лучший аппарат из тех которых которые я покупал чем он лучше своей дугой у него прекрасная дуга он варит все электроды не стесняется даже на малых токах сибартех класс советую только не 170 то поболее берите 220 250 и берите вообще будет класс ножки поставил ему видите обязательно чтоб не царапался не бился об землю от бетон от железа хороший аппарат варить буду сегодня электродами стандарт монолит 3 миллиметра варить буду трубу по зеркалу просьба подписчика вот она наша труба установил я ее так что было удобно снимать снимать буду через стекло затемненное чтоб вам было видно ванну дугу как она по зеркалу варится расстояние между зеркалом и трубой примерно 4 сантиметра примерно вот я сейчас телефон пытаюсь протиснуть пока показать вам какой там зазорчик видите да вот такой зазорчик делал я болгарка его будем варить да ребят купил же новый сварочный аппарат борт 250h самый мощный за этот аппарат сварочный еще никто ничего не снимал а я сделаю полный тест и полный обзор кстати сломал свой как он там называется штатив короче на супер клей пахс посадил не знаю приклеится нет штатив взял другой чуть похуже ну главное что снимать видно что снимаю беру электрод сгибаю его дугой для удобства сварки видите да какой электрод стал а вот если уоньки так их нельзя они осыпятся короче варить только рутилом по зеркалу вот смотрите зажег электрод влево вправо размазал зажег электрод влево вправо размазал немножко это делается для того чтобы не было большого бугра ну кто и каждый варит по-разному короче я делаю так когда говорю по зеркалу вот на руке вам еще покажу воткнул лево вправо воткнул электрод зажег его влево вправо зажег электрод влево вправо зажег электрод влево вправо качнул его размазал и будет только вот эти вот размазывания должны быть одинаковыми штук шоу был равномерный ну что ж теперь давайте через стекло поварим и посмотрим видно да зажег влево-вправо зажег влево-вправо зажег влево-вправо Единственное неудобно, что постоянно, ну как, ты ж привык электрод от себя тыкать, да, в железо, а тут надо на себя его, ты же в зеркало смотришь, и тебе как бы надо на себя его тыкать, по мере сплавления, вот это вот неудобно очень. Ну вот я сделал еще один запил, чтобы показать вам еще раз. Сделал вот еще один запил. То есть зазорчик, да, электроды 3 миллиметра. Поехали, поварим еще раз. Внимательно смотрите, как я это делаю. Сейчас я вам еще расскажу, как, смотрите, карандашом покажу. Вот разжег электрод влево-вправо, разжег электрод влево-вправо, разжег электрод влево-вправо, разжег электрод влево-вправо. только вот это лево-право должно быть одинаковым соответственно чем одинаково будет лево-право тем ровнее наш будет шов ну здесь без комментариев смотрим все вы уже знаете теперь осталось только практика н м м м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, варили же по зеркалу. Поэтому... Главное, чтобы был герметичный. А вообще, лучше сделать... По-моему, лучше сделать операционный шов. Чем учатся там по зеркалу варить, короче. Такие вот дела. Шовчик получился, вот, как всегда, отличный. По зеркалу, я считаю, это просто замечательно. Такой шовчик. Учитесь, тренируйтесь, спрашивайте. Я буду вам рассказывать, показывать. С праздником всех! С Днем России! С Днем нашей великой страны! Нас уже тысяча. От радости я купил новый сварочный аппарат. Борт 250N. Это самая мощная модель. За эту модель еще никто ничего не показывал. А я покажу. Полный тест и обзор. С вами был Сварщик с Кубани. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok